Всем привет, с вами Полтем и пришло время посмотреть на новый iPhone 8. Давайте откроем коробку с телефоном. Сверху нарисован iPhone 8, его задняя крышка, она как бы полностью из стекла. На это мы посмотрим чуть позже. В основном коробка точно такая же, как и в шестерке и в семерке. Теперь нас встречает сверху документация, а телефон находится под низу. Документация в принципе не изменилась, единственное что она теперь стала цветная. Но это не точно, возможно в предыдущих версиях она тоже была цветной, этого я к сожалению не помню. Далее мы видим айскрепку и прочие документы, включая яблочки. Огромное спасибо хочу выразить магазину Monolith, который предоставил iPhone для обзора. Там вы найдете Apple технику, акустику, Harman Kardon, JBL, всевозможные аксессуары, видеокарты, оборудование для майнинга и многое прочее. Там всегда самые низкие цены и ссылки на этот магазин будут в описании к этому видео. Возвращаемся к iPhone. В поставке помимо документов и телефона вы найдете научники AirPods. Они кстати не AirPods, то есть они не работают через Bluetooth, они работают через Lightning и лежат в бумажном кейсе. Помните раньше он был пластиковый, это было удобно. Также вы найдете переходник, сам Lightning и зарядку. Это в принципе и все что есть в комплекте и к этому мы уже давно привыкли. Что касается iPhone, если вы пользовали 7, 6s, либо даже обычную 6s, то никакого вау-эффекта не будет. Телефон получился очень противоречивым, единственное изменение его чисто внешне это задняя стеклянная крышка. В остальном, как я сказал, это все тот же iPhone, к которому мы привыкли. Да, выглядит хорошо, да, удобно лежит в руке, но если у вас 7, 6s, то я даже не знаю, стоит ли менять ваш телефон на вот этот. По разъемам и кнопкам все точно так же. На одной грани качелька регулировки громкости, переключатель без шумного режима, внизу динамики и Lightning, и с правой стороны у нас кнопка блокировки и сим-латок. Кстати, как и в 7-ке, кнопка Home не механическая, она реагирует на нажатие, и вот это вот разочарование присутствует и до сих пор. Я думал, что даже в 8-ке, коль он называется 8-кой, будет экран на всю переднюю часть, но на самом-то деле нет, это только в iPhone X, который когда появится, непонятно. Что можно сказать по поводу 8-ки? Да в целом ничего, это 7-ка, по сути это 7s, это не 8-й телефон, но Apple что-то мутит с неймингом, и возможно уже в следующем году мы все-таки поймем, какие дальше будут iPhone. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете о 8-х телефонах, будете ли вы менять свой старый iPhone на новый 8-й, или подождете 10-й версии. А на этом все, если хотите еще больше видео, то ставьте ваш палец вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте о яблочках, пока!